Но смысл в том, что информация, она доступна сразу всем и в крашу итоги Олимпиады в Сочи. Если бы кто-то пошел и задним числом подделал документы, раньше представили системе, но это просто было бы, ой, упс, там надо же, по этим документам вот так, да, иди доказывай, что они были подделаны. Теперь эта информация, вот она распределена. Теперь все видишь, что там была вот запись такая. Сейчас выясняется новая информация, ну, собственно, поногая она перезаписывается с пометкой, что изменения внесены вот тогда-то на основании того-то. То есть, в принципе, там есть определенная гибель для внесения в документы. В общем, да. Я попробую метафору и ответить. Представьте, что вы хотите контролировать вкладовщика. Вкладовщик вам каждый вечер скидывает смс-ку о том, сколько мешков сахара на складе. А пришло, ушло за день. Через месяц вы решаете его проверить. Благодаря блокчейну вы точно знаете, что он не поменял эти записи. Ваш эксервисский файл совпадет с его файлом. Блокчейн никак не спасет вас от того, что он срежет замок и выведет ночью мешки. Блокчейн он не защищает склад. Он защищает информационный обмен. Поэтому, если, грубо говоря, кто-то отберет физическую квартиру, сожжет ее, убьет бабушку, дай бог здоровья, то это не проблема блокчейна. Блокчейн просто фиксирует движение так, чтобы эту фиксацию невозможно было ложным образом подать. Все. Это очень узкая задача. Да, и благодаря блокчейну все знают, сколько у вас на складе ценностей в данный момент. Потому что все получили копию фирмана, там все открыто, и все могут подбежать ее и брать. Вы не правы. Сколько на складе должно быть? Совершенно верно. А есть ли они там? Это другая проблема. Это сторож с берданкой. Сторож на блокчейне не работает. Вы не совсем правы. Блокчейн – это технология. Биткоин, Этериум и другие популярные криптовалюты – это открытые блокчейны. А у компаний Intel, IBM, Philip Packard есть свои собственные внутренние блокчейны, которые они уже сейчас предоставляют коммерческим заказчикам. И они работают через закрытые ноды, которым никто из присутствующих, я предполагаю, не будет иметь никогда доступа. Поэтому блокчейн – это защита информации. Совершенно верно. То есть он может быть закрытым технически. Такая интересная область применения блокчейна – это провинанс, проверка на подлинность предметов искусства. То есть тоже у вас предмет искусства, на который нанесена метка, вы сразу видите всю информацию по этой картине, на каком она там аукционе, когда была куплена, продана, ее история, откуда она взялась, становится понятна с этого момента, с момента, как мы нанесли, собственно, на нее первую метку. Ну или там еще такой классический пример. Я не знаю, производство. Есть у нас один приятель, у которого большая сеть детских магазинов. Он торгует товарами из Японии. Он говорит, как классно было бы на складе, в Японии на пачку подгузников нанесли метку. Она дальше прибывает в порт японский, потом в порт Владивосток, потом грузится на поезд, и везде наносятся отметки, что эта пачка там побывала. И когда она доходит до конечного пользователя, можно прояснить, да, это вот та самая штука, которая была сделана на заводе в Японии, приехала через всю эту цепочку к нам. То есть и в каждом узле, каждый раз, где товар у нас фиксируется, информация об этом распространяется в распределенную сеть. То есть подделать, ну, почти невозможно. Очень сложно. Наверное, дальше, следующий блок. Спасибо. С алкоголем, принимая алкогольная, с алкоголем? С алкоголем, с чем угодно, с любой продукт. Сейчас делают, а по лекарствам пытаются это делать. Ну, я, кстати, пока не слышала. Именно блокчейн применения пока не слышала. Ну, а может быть, и есть уже. А, то есть там на других рейсах это сделано, да? Не знаю. Он никак не фушируется, и распределенного хранения там нет. А, он по-собственно, он по-другому организован. Да, да. Переходим к плану, к следующему понятию. Понятие майнинг. То есть чем, собственно, обеспечивается блокчейн? Мы уже немножечко это затронули. Да, вопрос, как это работает. Майнинг – это вот те самые вычисления, которые поддерживают сеть. То есть те самые записи информации. То самое воспроизведение вот этих хэшов. Майнеры, собственно, зарабатывают за счет транзакций, за счет того, что у них машинка стоит, компьютер, и производят вот эти вычисления, записывая информацию. На первых порах, когда начала только развиваться технология, там, несколько лет назад, было много вычислений в холостых. Ну, просто так гоняли туда и сюда данные, там, записывали, тем не менее, майнеров спонсировали для того, чтобы они это делали. Им за это в поощрение, собственно, выдавали, оплачивали их услуги от той самой криптовалюты, там, теми самыми биткоинами. Сейчас майнинг стал более осмысленным, как говорят, более тяжелым, но пока все еще прибыльным. Там есть вопросы с электроэнергией, с охлаждением, технические вопросы, но тем не менее, вот, общая информация, что все еще нужны вот эти мощности для записи данных, для произведения вот этих вычислений. Собственно-таки, есть ли вопросы тут? Про майнинг все ли понятно? Понятно. Да, дальше. Теперь самое интересное, да, переходим к понятию криптовалюты. Сложная, на самом деле, такая. Мы поговорили про то, что такое деньги, теперь поговорим про то, что такое криптоденьги. Ну, опять же, в моем мире, согласно вот этому определению, что это просто показатель того, кто, насколько благ, имеет право почему-то в этом мире, в принципе, все то же самое. Из практических вещей, что важно понимать, что сейчас терминология такая немножко запутанная, для обозначения одного и того же используют много слов. Криптовалюта, токен, коин, вот это все одно и то же абсолютно. Наверное, бухгалтерам проще всего понять логику криптовалюты. В общем, это просто запись в реестре. Чаще всего в реестре, конечно, да, по идеологии вот этой всей штуке, в реестре распределенном. Смотрите, в чем прелесть. Почему тут такая циферка у нас. Одну копейку на части мы разрубить не можем. То есть у нас минимум 10 рублей, есть там 1 сотая рубля, 1 копейка. Биткоин существует. Возможность технически владеть вот таким количеством биткоина. Я даже не знаю, как это называется число, но на 7-0 после запятой и потом единичка. Один сатоши, это вот как бы самая маленькая часть биткоина, стоит сейчас примерно 0,6 копейки. И вы можете, в принципе, купить себе любое количество. Вот сейчас биткоин 10 тысяч долларов стоит, но вы можете на 100 долларов себе купить. Вот, например. То есть вы владеете вот кусочком информации. Суммарная рыночная капитализация криптовалют на данный момент составляет 300 миллиардов долларов. Сейчас есть уже разные криптовалюты. Ну, самый распространенный биткоин, удобная штука на данный момент для накоплений, для тех, кто верит, для тех, кто инвестирует в биткоин. Вот такой инструмент. По нему достаточно долгие транзакции. Мы сами пробуем. Такой технический момент, если интересно, да, происходит медленно. Несколько минут происходит покупка. Есть эфириум. Вторая по популярности криптовалюта. Удобная штука для смарт-контрактов. Про смарт-контракты чуть-чуть позже поговорим. В общем, эфириум сейчас это основное топливое сёло. Про сёло тоже чуть-чуть позже. Есть риппл для платежей. Есть китайский эфириум. Нео такая штука. Ну, в общем, увеличивается количество так называемых альткоинов, да, альтернативных криптовалют. Их уже много. Сейчас порядка, чтобы понимать, в мире порядка 20 миллионов кошельков для биткоина и ещё около 30 миллионов всех остальных суммарно валют. Но много ли это или мало? Это примерно, получается, что 0,7% поселения Земли. Но надо понимать, что очень много кошельков технических. Или там сделано у одного человека несколько кошельков. То есть какое количество людей на Земле сейчас владеет? Ну, 0,1% может быть, по цене 2. Ну, такой порядок цифр, по крайней мере. Проникновение в реальный бизнес пока невысокое, яркое, но невысокое. Единого реестра нет. Мы не знаем точно, сколько сейчас компания уже принимает, передает, работают на криптовалюте. Ну, вот в сентябре Bitcoin Foundation оценила количество бизнесов в 4 тысячи. Сейчас, наверное, уже возросло в, может быть, 10-20 раз. Но там точно статистики нет. Но всё равно это пока ничтожная величина их незаметно. Ну, пока это заметно только там с точки зрения коммуникации, пиара. Фиатный мир и криптовалюты. Фиатный мир... Все знают, что это такое. В общем, это все деньги, которые не криптовалют. Вот обычные деньги все наши, доллары, евро, цены, минусы, всё это фиат. Что у нас в России происходит? В России, как вы знаете, да, криптовалюты не урегулированы никак. Они не запрещены, но они не разрешены при этом. Пока так и живём. С точки зрения нашего законодательства, что такое владение биткоином или другим токеном, это право на кусочек компьютерного кода. Ну, вот пока так. То есть, может компания теоретически сделать вычисления и поставить на баланс результаты расчётов, а потом их продать и уплатить с них НДС. В принципе, так делать пока можно. Было месяц назад примерно интересное выступление такого инвестора Глеба Довидюка. Он управляющий фондом ITH Capital и известен тем, что несколько лет назад они приинвестировали в компанию Bitfury. Это компания, которая занимается, собственно, майнингом и производством кодов. И он очень так ярко, интересно рассказывал, забавно, как в течение нескольких лет аудиторы отказывались им проводить аудитор компания, не принимали в серьёз, вернее, записи о том, что запись о произведённых биткоинах. То есть, есть такая графа, там счёт 58, это счёт, который... В общем, графа, в которой записывается информация о программном обеспечении компьютеров. Ну, вот биткоина там не хотели учитывать. Физические лица у нас в стране активно торгуют криптовалютами, но неофициально. Регистрация кошельков, опять же, у нас в большинстве случаев требует только электронной почты. Это достаточно легко сделать. Мы принимаем гонорары, там, и я лично, и агентства мы не боимся принимать в криптовалюте. И в токенах наших проектов, наших клиентов, ну, разумеется, тех проектов, в которые мы верим, но мы с другими, собственно, ими не работаем. Такое лирическое отступление небольшое на тему анонимности. Есть такой миф, почему-то вот в него все верят, там, они говорят, что криптовалюта – это анонимно. Это прямо наоборот всё, да, в противоположной ситуации. Анонимнее, чем каши не бывает. Точно. Некоторое время назад, да, я считала, что криптовалюта – это отличный инструмент, чтобы в Торе покупать наркотики, там, ну, или что-то, инструмент наркоторговцев, но на самом деле, торговцев оружием, да. Немножко не так всё, потому что 100% движений средств по счетам записаны. Ну, то есть, есть такой момент – кошелёк можно создать анонимно, но всё, что с ним происходит, все движения записаны, и, в конце концов, вычислить, кому принадлежит кошелёк, конечно, в счёте – это не такая сложная задача. Тут… Что важно понимать, что это такое за картинка на экране? Это движение биткоинов. Несколько лет назад был такой большой скандал с биржи NT-GOX. Был похищен, это крупнейший на тот момент история похищения криптовалюты. Грабители взломали биржу, вывели с неё средства, но дальше были, ну, просто практически все средства, да, видно. На каких они кошельках осели, на какие биржи были выведены, обратно что-то было выведено на NT-GOX. До сих пор вот хакеры в белых шляпах, так называемые, да, то есть добрые хакеры, которые отслеживают движение этих средств. И в итоге организатор схемы в этом году был арестован, а украденные биткоины конфискованы, то есть всё нашли. А что там, каждая блокнота, условная блокнота, она что-то как-то поименована тоже будет номером? Так это она сама номер, она не поименована номером, она сама из себя представляет, собственно, цифры. Информация в чистом виде, там не нужны банки, не нужно это промежуточное звено, да, не нужны банк-коды, банк-код вот ему принес. Да, это не условно, а передаются каждые конкретные... Информация, цифры. Каждый биткоин индивидуально передается, потому что 5 биткоинов перечисляется, при 5 номеров этих отправляются о них информация, конкретно они. Да, они перезаписываются... Нет, нет, биткоины не индивидуальные, но вы можете в любой момент времени узнать про любой счет, абсолютно все. Какие были по нему движения 5 лет назад, 4 года, минуту назад, на какие суммы. И даже если там было несколько миллионов движений за это время, реестры эти движения записаны всегда. Соответственно, если от кубки пришло 100 биткоинов, и их потом человек раскидывал еще по 100 кшетка, вы можете последить эти суммы. Да, это определенная механическая, математическая работа. Безусловно, пытаются с этим мошенники и любители анонимности бороться. Есть такое любопытное явление технологии, это миксеры. Это, грубо говоря, группа счетов, которые между собой постоянно, круглосуточно перебрасывают случайным количеством транзакций. Вы забрасываете туда свою сумму, и предварительно организаторам говорите, где вы хотели эти средства получить. И все равно даже миксеры по контрольным суммам более или менее вычисляются. Но, грубо говоря, сила сила ломит. Да, один компьютер может. Можно спрятаться только за анонимной ящей. Как и вот в вопросе, который мы взяли в начале, проблема не в уязвимости системы, проблема в том, чтобы сказать, что конкретно вот этот Иван Иванович Иванов регистрировался с поддельным имейлами и вот этим кошельком управлял. После этого все его отпечатки пальцев записаны всегда. ИСО тоже понятно, да, и нишу коэн-офферинг очень похожа на IPO. То есть это, по сути дела, публичное предложение ваших токенов рынку. Единственное, что сейчас в последнее время более красиво, да, более кошельно считается говорить токен-офферинг, токен-сейл, не ИСО, потому что казалось вдруг внезапно, что ИСО – это какой-то зарегистрированный товарный знак в Бразилии. Сейчас такая ремарка просто в интернете сейчас модно. И еще говорят, они, собственно, ITO, да, они шутокен-офферинг, краудсайл еще говорят. Что такое IPO? Я думаю, достаточно понятно. ИСО похоже, но совершенно другой масштаб. То есть вы вводите свой проект. По сути дела, вы предлагаете идею свою инвесторам, вы вводите свою идею, может быть, с какими-то наработками. Говорят, вот это будет крутой проект, вкладывайтесь в него сейчас. На эти деньги мы сделаем там что-то в мире лучшее, ну и еще это вам денег принесет. Иногда бывает история про то, что просто в мире лучше сделаем. Сделаем суперкомпьютер к вам. Дайте нам на это денег, если вы верите, мы это сделаем. Денег вам за это не дадим, но зато всем будет хорошо. Чаще всего более классические истории. Вот давайте, вкладывайтесь в продукт сейчас, потом он вам будет приносить прибыль. Ваши токены вырастут в цене. Понятно, да, почему масштаб другой, чем при IPO. Когда случается IPO, предложение акций, они предлагаются определенному кругу инвесторов. В большинстве случаев профессиональных инвесторов, те, кто имеет право купить эти акции, и цена входа какая была другая. При IPO это краудсейл, то есть в ваш проект могут проинвестировать и профессиональные инвесторы из Лондона, и какие-то криптоэнтузиасты из Канады, Восточной Европы, России, Японии, как угодно. Пенсионер, живущий в Сейшелах, он канадский, может вам что-то закинуть, если ваш проект ему понравился, но зацепил. Первая волна ICO прошла очень бодро и быстро. Одной из причин называют такую, что на тот момент люди, владеющие токенами, владеющие какими-то крипто деньгами, еще не совсем осознавали их ценность. То есть это часто были какие-то молодые программисты, которые себе намолотили биткоинов, намайнили и не ощущали, что раскидывают десятки, сотни тысяч долларов в какие-то проекты. Показалось вдруг рынку, что это очень быстрый способ поднять денег и убежать. Сейчас ситуация, конечно, уже меняется. А когда первая ICO была? Вообще первая ICO, когда была первая ICO? Технически, наверное, в году 2012. В очереди стоят примерно 3200 ICO по всему миру. Из них, безусловно, большая часть окончится неудачей. И ведется достаточно детальная статистика сбора средств. По итогам октября не достигли своих целевых сборов 64% проектов. В ноябре статистика будет еще хуже. Соответственно, естественно, эволюция уже начала... А не отбирает как бы лампский бюджет? А ваху-то знают. А кто-то как бы разрешает. Бюджет-то и никто же не разглашает. Кто разрешает проводить ICO? Никто не запрещает их проводить. Но будет отдельный слайд об этом. Как же выделяется, что состоялся или не состоялась? Нет, это вот, допустим, мы с вами собрались и сказали, вот у нас проект, например, по переработке кукурузы в дровах. Мы хотим привлечь 100 миллионов долларов. Мы привлекли 10 тысяч долларов. У нас проект неудачный, у нас инвестор не поверит. То есть это бинарный исход. Собрали ожидаемый удачный, не собрали, даже доллар не добрали. Значит, считается неудачным. Вот в сентябре поколение удачности было что-то, что точно я не помню, но свыше 50%, а сейчас, соответственно, стал 34%. Тихонечко он стремится к тому, что имеет рынок венчурного капитала. Там успешным считается примерно 3% проекта. Ну, от 3 до 6, в зависимости от индустрии. То есть эволюционно туда очень скоро дойдем. Успешный проект считается собрать деньги на стартап, который еще неизвестно, там он выстрелит или нет, или реализация самого стартапа. Сейчас мы говорим о конкретном показателе. Команда объявила, что соберет миллион долларов, и она или собрала, или не собрала. Вот тех, кто не собрал, стало 60 с лишним процентов. То есть люди уже дают деньги под одну концепцию, менее охотно. Люди стали более разборчивы, и предложение проектов стало шире. То есть рынок этих самых ICO, он становится более зрелым, что для него, наверное, неплохо, да? Вы, по крайней мере, в это верим. На слайде у нас, ну, просто сакцентирую, да, внимание, что на слайде у нас рейтинг самых крупных ICO по состоянию на октябрь. То есть десятки проектов привлекли суммы свыше 10 миллионов долларов каждый. Ну, то есть она, может быть, идет на спад, но тем не менее масштаб растет. То есть, да, как Дмитрий правильно сказал, аналитики считают, что 90% проектов умрут. Вот популярное слово, да, такое сленговое скам. Что проекты, которые изначально, в принципе, хотят просто собрать денег, не сильно задумываясь о реализации идеи, собрать и убежать — это скам. Ну, недавно скандал вокруг проекта Тезис, Дмитрийская сказала или нет, да, то есть проект собрал деньги. Дальше непонятно, что произошло. По официальной версии фаундеры разругались. В итоге на счетах порядка 430 миллионов долларов инвесторов висит. Ну, в случае, про что это слайд, про то, что вот все уже состоялось, но в реальность она уже наступила. Джинна в бутылку обратно не затолкается, то есть осюм будут. Ну, сколько из них будет успешно, насколько отрасль консолидируется, там, вымает оттуда каких-то левых случайных людей? Ну, наверное, да. Все время сравнивать с кризисом доткомов, что вот пузырь, там, дует, все вровнется. Ну, пузырь доткомовский в конце 90-х, да, влопнул. Но, тем не менее, компания Амазон, и уже с ними, они на рынке остались. И, собственно, все равно вся эта индустрия живет, развивается, как раз себя чувствует. А, наверное, это, опять же, не как экономист, говорю, говорю сейчас как такой пиарщик, да, просто смотрящий на жизнь. Но, мне кажется, это очень нормальная ситуация при рождении новой отрасли, новой отрасли, новых инструментов, в принципе, совершенно новой истории. Там, тут у меня отмечены российские проекты интересные, которые недавно красиво провели СО, по крайней мере, много денег собрали, в том числе, вот фонд Black Moon Crypto, с его основателями 4 года назад я работала, в частности, с Олегом Синдаком, очень успешно провели СО, ребята. Наверное, дальше, да. Ух, смарт-контракт, простая программа. Программа, которая автоматически обрабатывает любое ваше задание, если вы его правильно составили нужным образом, и записывает результат в блокчейн. Ну, то есть, хотите купить биткоин, отправили денежку, сформирован смарт-контракт, вам на счет отправляют, собственно, в записи, потому что у вас теперь есть биткоин. Код открытый, миллионы энтузиастов во всем мире работают с ним, постоянно его дорабатывают, улучшают, считается, что обмануть невозможно. И результаты также фиксируются в публичных реестрах транзакций. То есть, это еще и страховка от человеческого фактора и от системных сбоев. Пока еще архитектура, вся эта история СО блокчейна молода, и скандалы с какими-то сбоями в программе редко, но случаются. Две недели назад буквально был скандал с компанией Perity. То есть, программная дыра оказалась в программе и заморозилась на кошельках больше 100 миллионов долларов. Ну, отдельные сбои, но тем не менее, в целом, очень быстро совершенствуются эти продукты. Вот самое интересное. Да, законодательное регулирование. Подробно прям совсем не расскажу, не юрист. У нас в компании, то есть, есть этот блок, собственно, есть коллеги, которые занимаются именно юридической поддержкой проекта компании. Тут можно отдельное выступление по этой теме делать. У нас тут вот карта, да, в которой просто, карта блокман-крипта, кстати, в которой отражено, собственно, по миру отношение разных стран, разных юрисдикций к теме. Ну, самые яркие. В США там регулирование происходит, как на рынке ценных бумаг, то есть, покупать, инвестировать в SEO-проекты, имеет право квалифицированные инвесторы, так же, как в IPO.